Саре играет под 18-м номером, у аргентинцев 18-й, 13-й НСИСО, 7-й Хименес, 9-й Баррэйро. Первый удар аргентинцев, рикошет мяч, уже матч, надборочного цикла чемпионата. Ай-яй-яй-яй, на 5. Кстати, у Кореи 3-2, причем вел в счете 3-0, и в полуфинале обыграл Ирак. Здорово, здорово, ночью, вот играть в такой футбол, ну, может быть, все-таки чуть-чуть залез Тель-Александро. Игры, а вот в этой ситуации. Но я вас уверяю, что если забитые мячи, это что-то невероятно, чтобы в матче с участием двух таких. Полное преимущество, игра. Вот, посмотрите, счет открыт, ну, кто это сделал, как вы понимаете? Ну, Тевис, ну, конечно, Тевис, 18-ая минута. Ну, казалось бы, ну, все просто, вратарю или защиту? Давайте посмотрим, я думаю, что сейчас игра пойдет повеселее. Какая скромная подача, невысокая. Посмотрите, вратарь, конечно, здесь виноват. Не предупредил он, по-моему, Гамару. Сам пошел на мяч и никоим образом не успел. Конечно же, галки, возрастной барьер. Опять неудачно играет. Едом из Испании, 10 представителей Мексики. Сравнялся. Опять такая широкая атака сборной Аргентины. Не точно метание. Ну, владеют сейчас инициативой парагвайцы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, что желтую карточку показать Гамаре. Почти не сомневаюсь, что арбитр обязан это сделать. Совершенно верно. Посмотрите, ну, что это такое? Вот, посмотрите. Преднамерен. Это было бы грустно, встать. Я говорю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, посмотрите. Ужасно. Ну, и, естественно, может получиться быстро контратака. Там много было свободных мест. Я думаю, что все-таки большие футбольные. Хотя, конечно же, и в Ираклеоне, и в Баттернс. Они в два, в три раза. Ой, какой удар. В три раза меньше, чем Олимпийский стиль. Стиль в Мельбурне. Был заполнен на пять шестых. Представляете? А это стиль, намечающий более 80 тысяч. Здорово. Здорово. Еще один удар. Но все равно это испанский язык. Опять. Очень хороший перевод. Тевис. Удар. Мяч. Единственный гол. Но аргентинцы... ...который уже назвал и девять номер Фредди Барреро. Классический центр форвард в его исполнении. Сборная Аргентины. Прикать проглать без зубости. Это лучшая оборона турнира. А я так думаю, что еще одна из лучших оборон в мире, на самом деле, без всех этих натяжек. Потому что Аяло, Хайнца и Калачини, по сути, это три защитника. У него уже карточка-то была. Гонсалес в центре. Тевис. Нарушение правил по версии Кираса-Вассераса. Пас на Тевиса. Лучо Гонсалес. Тевис. Удар. Ну-ка. Тем более, что и мудрено за этим, за всем успеть уследить. Я скажу, что сборная Италии вчера выиграла у Ирака 1-0. В довольно-таки увлекательном матче. Один угловой. Д'Алисандро слева подает. Гамара не допрыгнет до мяча. И удар. Ох, как здорово. И можно идти один на один. Не пускал защитник Гамара откачать. Тевис бьет. Мяч подает Гамаре в грудь. На противоположном конце поля. Д'Алигадо пробует... Расалес сыграл на Тевиса. Тевис под... Тевис. Расалес. Сложно. Это сложно. Мяч бы долго летел. Вратарева переместился. Защитники бы закрыли. А на ближнем никого не было. Тевис. Расалес. Тевис. У Расалеса есть шансы, кстати говоря. Мартинос удален. Мансура карточка. У Гамара еще пока ни одного матча не сыграл. Ни одной минуты станет чемпионатом. Тевис 2-0, да? Тевис. И бьется удар. Замаскированный под подачу. И Лукс справился. Опасный момент. Тевис. Удар. Лучо Гонсалес. Тевис. В штрафной площадке. Нет, не хватает народа у Пурагуая для атаки. Чуть больше двух минут остается до конца. Аргентина в атаке. При этом четыре защитника. Никуда они не торопятся. Время играет на них. Тевис. Он не пошел к воротам. Трибуны свистят. Ей остается 20 секунд до победы в олимпийском турнире Афин. Субтитры создавал DimaTorzok